Может появиться такое заключение от кардиолога «Ваше время истекло?» Наверное потому, что кардиолог не диетолог. На втором месте по опасности для вашего здоровья и вашей жизни я бы поставил обычную воду и соль. Эта пара химических соединений очень важна для сохранения вашей жизни. Если в состоянии эмоционального стресса увеличивается агглютинация эритроцитов, иными словами уменьшается объем плазмы крови между эритроцитами, и увеличивается вязкость крови, соответственно вероятность обострения хронической сердечной недостаточности либо появления острой, а также инфаркта, либо инсульта повышается. Параллельно увеличивается и агрегация тромбоцитов. Что увеличивает вероятность тромбозов и эмболий. То вода и соль активно препятствуют как минимум первой паре. То есть препятствуют критическому уменьшению объема плазмы крови и повышению соответственно вязкости крови. Соль, поваренная соль, держит воду вокруг себя и препятствует этому процессу. Но! Если вы их правильно используете в питании. Обычно рекомендуют кардиологи ограничивать и воду и соль. Да! В том случае, если вы спокойны как свинц. Если у вас прекрасный психолог, который научил вас правильно относиться к коммунальным тарифам изменяющимся. Правильно относиться к событиям в вашей стране, на планете Земля, в Солнечной системе, в Галактике. Если вы все делаете правильно, вы можете ограничивать воду и соль. И это вам даст только плюс. Но! Если у вас эмоционально активный образ жизни, часто гиперактивный, вода и соль вам помогут удержать объем плазмы крови. И критически не увеличить вязкость крови. Но! Если вы ведете физически активный образ жизни, вода и соль, удерживая слишком много воды в кровеносной системе, увеличивают объем крови. И перегрузка сердца объемом есть. И спортивное сердце в этих условиях у вас появится раньше. Поэтому правильно используя воду и соль, вы можете в разных жизненных ситуациях находить наилучшее решение для сохранения своей жизни. Если есть сухость во рту или ощущение жажды, это говорит о том, что ваша кровь слишком густая. И сердце, ему сложнее обеспечивать циркуляцию крови, чтобы устранять самое важное, что должно устранить кровообращение, это гипоксию. Питание, вода, это все вторично, третично, первично устранить гипоксию, от которой клетки погибают легко и просто. И в этом случае просто вовремя принятый стакан воды может спасти вашу жизнь. Конечно, если пищеварительность тема у вас пустая. А если вода будет еще очищена, токсины любого происхождения, в том числе и поступающие с водой, увеличивают вязкость крови. Одной рукой вы добавили воду в кровеносную систему, кровь стала более жидкой. Если с водой поступили токсины, экологические токсины, продукты жизнедеятельности, патогены микрофлоры, то вязкость крови от интоксикации увеличивается. И вы стоите на месте. Поэтому вода должна быть абсолютно очищена от любых химических веществ. Это должна быть неконсервированная вода. Консерванты консервируют кровь в том числе и увеличивают вязкость крови в том числе. Вода должна быть с отрицательным ОВП. В этом случае она быстрее будет способствовать нейтрализации свободных радикалов. И вязкость крови снизится значительно быстрее. Но значительно лучше, я бы сказал, более правильно, если вода будет регулярно поступать в составе продуктов питания. Различных блюд и напитков. А не в чистом виде. Такая вода дольше поддерживает вязкость крови на относительно низком уровне. И не то, что жажда. Сухость во рту появляться у вас не будет. Если у вас эти эмоциональные ощущения не появляются, значит вы правильно поддерживаете водный баланс. И это опасность для вас. Не опасность. Продолжение следует...